Здравствуйте дорогие друзья! Я сегодня отклонюсь немножко от автомобильной тематики и вернусь к строительной тематике. Потому что очень много мне задают вопросов касательно утепления. Я утеплением занимаюсь давно, вы наверняка об этом знаете. И сегодня я вам расскажу, когда можно утеплять изнутри, как правильно утеплять, где должен быть утеплитель снаружи, изнутри, ну в общем-то эти все нюансы. Итак, самое правильное утепление это утепление снаружи. Почему так происходит? У нас допустим есть определенная толщина стены. Если мы утеплитель положили снаружи, то получается так, что точку, точку нулевой температуры, ее называют точкой росы, ну скажем так, это не одно и то же, но они близки. Я буду условно говорить вам о точке нулевой температуры. Она смещается наружу. Чем дальше мы сместим точку нулевой температуры наружу, то есть к утеплителю, а лучше вообще в утеплитель, который находится снаружи стены, тем лучше получается для стены. Наша стена будет прогреваться полностью до утеплителя, она будет иметь аккумулирующий эффект, то есть набирает тепло в себя, а потом это тепло отдает. В этом, конечно, большое преимущество именно утепление снаружи. Но что происходит, когда мы утепляемся изнутри? Вот некоторые говорят, я не буду утепляться снаружи, у меня нет возможности, я сделаю это изнутри. Это большое заблуждение и абсолютно неправильно. В чем проблема? Проблема в том, что когда мы утепляемся изнутри, точка нулевой температуры у нас смещается внутрь. Внутрь смещается настолько, что наша стена промерзает. Что такое промерзание стены? Стена может напитать влаги, происходит промерзание, происходит разрушение. Разрушение в основном из-за этого и происходит. Получается так, что барьер температуры, это точка нулевой температуры, я даже могу его назвать именно точка барьера температуры, она слишком далеко смещается внутрь. И, соответственно, приводит к тому, что может произойти именно разрушение наружной кладки стен. Еще один негативный момент при утеплении изнутри. Мало того, что эффективность утеплителя теряется очень сильно, так как стена наружная уже практически не является утеплителем, а она является больше загородительной. Но смысл в том, что раз у нас утеплитель изнутри, значит у нас нету аккумулятора тепла. Нету такого эффекта, чтобы как стены набирали тепло, потом отдавали. То есть мы включаем отопление, комната очень быстро прогревается и, соответственно, потом так же быстро остывает, если вдруг пропадает отопление. В этом большой недостаток. Когда стены и потолок утеплены снаружи, все бетонные, допустим, конструкции, я говорю именно сегодня о бетонных конструкциях, они, получается, все набрали тепло и они излучают тепло. Даже если вы отключили отопление, ваши стены еще какое-то время излучают инфракрасный свет и они греют помещение. Стены при этом более сухие, теплые, они не разрушаются. То есть вот самые главные критерии, почему необходимо утепляться именно снаружи, а не изнутри. Но иногда бывает так, что нет возможности утепляться снаружи, только изнутри. Но, друзья мои, если так получается, что вообще невозможно никак утеплиться именно снаружи, то, конечно же, тогда нужно прибегать к тому, что уже каким-то образом думать, как утепляться изнутри. Но это только крайний случай. Мы такое практиковали, но только в крайнем случае. Утепление изнутри это конкретно крайний случай. Все остальные правильные, грамотные утепления стены потолков, соответственно, конечно же, снаружи. Надеюсь, друзья, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok